Представители знака зодиака, близнецы, близнецы мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад. Что ворвется в вашу жизнь? Быть может, внезапно, что ждет? К чему все идет? Или что произойдет, изменит вашу жизнь в течение 10 дней? По периоду мы с вами возьмем ориентировочно с 1 по 10 ноября. Будем, конечно, реалистами, любой расклад не расскажет о реальной жизни, но подсказки, я надеюсь, все равно какие-то будут, или мы с вами проведем приятное время жизни. Бывает полностью предсказуемо. И в нашем раскладе мы пойдем по той ситуации, которую нам раскроют колодорин Ленорман. Мы достанем 6 карт и будем смотреть ту последовательность, как видят карты, 10 дней. Пожалуй, больше я не настаиваю на этом периоде. У кого-то границы могут быть смещены, все же, все это лишь приблизительно, или где-то аллегория. Но ноябрь быть, по крайней мере, к этому готовым, что много планетарных транзитов, когда мы можем столкнуться с какими-то непредвиденными событиями, обстоятельствами, в которых мы именно находимся, или новостями, информацией. Вот к этому нужно быть готовым. Все может меняться. Итак, 6 карт. Давайте узнаем, что же нам раскроют карты. Ладно, думала 6, а будет 7. Удвоилась одна позиция. Возможно, так надо. Что может быть изменит вашу жизнь? Кто или что ворвется в вашу жизнь? И что же будет первое? Письмо. Сообщение, безусловно, или новость какая-то, которую вы можете узнать. А для кого-то важный документ, которого вы ожидаете. Может быть, это и личное письмо, личная переписка, когда вы что-то уже планируете. Может быть, для вас встреча с важным человеком. И у кого-то это по личной жизни, может быть. А для кого-то это могут быть и вопросы бизнеса, работы. Но это у нас показано. Посмотрите, мало что письмо, сообщение. Голубь сидит. Это что-то доброе, хорошее, мирное, благополучное. И у нас Аркан 27. При сложении у нас получается число 9. И по нумерологии преддверие перемен. И причем тех перемен, которые счастливы. Потому что словно, как будто и окно или дверь. А дальше у нас как в будущее нас приглашают заглянуть. Значит, помните, у нас период большой ретроградности. Я часто говорила в своих раскладах. Планетарно даже. И если в этот период времени какой-то человек вам возвращается. Или какое-то, ну, может быть, событие, которое было связано с тем, что вы делали прежде. Идет какое-то повторение. Значит, и человек не случайно вернулся в вашу жизнь. Значит, еще какая-то составляющая в вашей жизни, она может быть продолжена. Но быть реалистами определенно стоит. Потому что ведь вокруг миропорядок может измениться. И может быть, от нам потребуются какие-то иные совершеннодействия. Или мы собственные намерения, цели будем тоже корректировать. Давайте вот эти две карты, что нам тут показывают. Будьте мудры. Может быть, и хочется сделать что-то по-своему. Вот смотрите, по аркану совы всегда как бы двойственность есть. Мудрость, да, как я сказала. Но ведь у нас сова, она ночью. И поэтому как страшно где-то. Или какие-то сомнения. А правильно ли я поступаю? А на кону, посмотрите, букет. И где-то нам говорят. Приятное общение. Или время договориться. Согласовать какие-то документы. Для вас будет как раз очень положительный период с первого по десятое. Или, мои дорогие близнецы, то, что было где-то на вашем как подсознании. Или то, что вы прятали. Но вам-то лично это покоя не давало. Может быть, как заноза была. Вот вынести это на обсуждение. Проговорить, чтобы не осталось какой-то неопределенности, недопонимания или внутренних сомнений. Здесь лучше всё на поверхность. И максимально, ну, прояснить любой вопрос в любой сфере жизни. И карта букет как раз нам обещает, как и достижение вот этого понимания, так и вы для себя можете сделать что-то хорошее. И не случайно вот эта позитивная карта. Вам выпадает. И я должна сказать, ведь нам тут будущее уже как будто на пороге вы стоите. Значит, какие-то и важные решения, намерения, может быть, должны быть продолжены. Или каким-то образом, ну, в другую степень переведены для того, чтобы как-то их развить. Пусть это будет для кого-то партнёрские отношения по работе. Или это по вашей занятости какой-то конкретный проект. Он вам интересен, мои дорогие. В прежний период времени что-то не получилось осуществить. Может быть, для этого, ну, как-то так сложились обстоятельства. Вы вынуждены были на что-то другое переключаться. И какие-то другие первоочередные задачи решать. А вот здесь может что-то действительно вернуться. И вы увидите совершенно в другом ракурсе свои возможности. Давайте откроем ещё одну карту. Конечно, карта благополучия, безусловно. Причём добрая сама по себе энергетика. Двойка у нас показана. И это, безусловно, дуальность. Это диалог. Отнюдь не монолог. Рядом карта букет. Опять же, тоже девять. Тут, как у вас, и личная жизнь может претерпевать где-то изменения. Может быть, это касается, кстати, у кого-то и перемещения, переезда. Меня смотрят люди из разных стран. И в зависимости от того, какая обстановка вокруг вас, вы ведь тоже можете принимать важные решения. Но есть согласованность. Есть какой-то точно тандем. Близнецы не одни сами по себе. Есть, значит, те люди, которые готовы вам где-то помогать или продолжать с вами доброе как раз взаимодействие. И, видимо, вот эти энергии максимально употребить на благо самому себе или самой себе. А это необходимо, потому что дерево у нас символизирует стабильность. Корнями уходя в землю, это и есть какой-то не просто якорь, а надёжность, мои дорогие, на долгий период времени. Кто знает, совершив правильные разговоры или прояснив какую-то ситуацию, или допустить, что если, допустим, даже это касается вашего творчества, намерения, что-то вы хотите осуществить. Для вас же вообще, в принципе, этот период очень благоприятен по части труд, работа, занятость, обучение. Финансы не без этого, и где-то Клевер ведь тоже отчасти о финансах нам говорит. И у нас здесь шестёрка бубен показана. Опять же, деньги, мои дорогие, никуда не денешься. Поэтому важное согласование по деньгам. А может быть, у кого-то купля-продажа, тогда вы сумеете. Но какой-то даже очень интересный ход совершить, который как раз вас буквально к какой-то радости приводит, к более надёжным, может быть, отношениям. Или вы проговариваете какую-то тему, может быть, у кого-то и болезненную. Но здесь, правда, прояснить. Может быть, отчасти помогают конкретные документы, которые вы получаете. И планетарно мы можем перезаключать брачные, например, даже договоры. Это чисто планетарно, потому что Плутон в Козероге. И Козерог – это Сатурн. Сатурн – это структура, иерархия, порядок. Это всё то, что по закону. Это то, что по регламенту, по традициям. Ну и, соответственно, может быть, где-то в соответствии с тем, что предусмотрено как бы вот той, может быть, местностью, как менталитетом, где вы находитесь, согласовать многие такие разрозненные части, чтобы в итоге получить что-то великолепно единое, целое, что вам будет помогать не просто на ноябрь, а как базой будет служить на последующие лет 10-20, когда Плутон уйдёт в знак Водолея. Поэтому укрепляете, по сути дела, вот всё то, что я перечислила по верхним картам, вы укрепляете свои позиции. Вот начало ноября для вас будет таково. Карта книга, мы здесь что-то изучаем. И причём это изучение, оно не проходит просто так. Это когда вы можете для себя в последующем увеличить свой финансовый доход, исправить какую-то, в принципе, ситуацию денежную. Для кого-то из вас это новые как науки, безусловно. Вас заинтересовать что-то может, и вы начнёте изучать. Но у нас внизу десятка бубен, опять же, где-то деньги и интерес, безусловно. То есть мы занимаемся тем, что нам интересно, к чему лежит душа. Может быть, доизучаем. Или у кого-то банально, правда, может быть, и законы нужно изучить. У нас первая карта письмо, как документ, какой правильно оформить. И вы этим будете заниматься, чтобы знать и детализировать где-то, как это сделать без сучка, без задоринки. И у вас получится это, мои дорогие. Вы более чем прагматичны. Первую декаду ноября. Да, может быть, и придётся вот эта гора находить взаимопонимание с людьми разными. Это могут быть, как и высокие чиновники, если на кону стоят какие-то документы или согласования. Я не могу сказать, что это прям так просто будет сделать. Или, может быть, вы будете с кем-то из партнёров, причём по разным сферам жизни. У кого-то бизнес, у кого-то руководитель на работе или какое-либо взаимодействие. Либо это в вашей личной жизни какая-то история. Вам нужно тоже, опять же, взаимопонимание. Вот всё строится на диалоге, на дипломатии и на выяснении некоторых позиций, которые для вас, понимаете, не создают каких-то закрытых сцен или тех мест, которые напоминают, ну, некоторую тайную или как что-то скрытое, которое словно до поры до времени, вот как есть такое ружьё на стене, да, вот всегда в театре, если висит ружьё, обязательно выстрелит, так вот и тут. Если есть какая-то темнота, мрак, значит, так и жди. Потом какой-нибудь сюрприз, причём совсем не тот, который нужен. Вот чтобы не было этих сюрпризов, вам нужно будет что-то прояснять, где-то изучать. Но тогда эта гора, нам как будто её нужно преодолеть. Мы её сумеем преодолеть, безусловно. И тут как минимум два способа. Либо придётся через неё перевалом переходить, ну, или идти в обход. Может быть, есть то дело, мои дорогие близнецы, которое потребует чуть больше времени, чем вы это предполагали. Ну, тогда рядом карта книга. Лучше всё детализировать. Лучше, опять же, всё прояснить. Это в целом укрепляет ваши позиции. И это могут быть вопросы и личной жизни, деньги, работа, или конкретно ваш дом. Дерево как раз может свидетельствовать о наших близких. Или то место, где мы чувствуем себя в безопасности. Где нам уютно, где нам комфортно. Где нам нравятся, мои дорогие близнецы. Давайте мы достанем, дополним наш расклад другой колодой, второго времена года. И зададим такой вопрос. Что вам придётся адаптировать или организовывать? Итак, что же вам придётся адаптировать в эти 10 дней? Ну, буквально семёрка жезлов спасать своё. Может быть, какие-то непредвиденные события, меня смотрят люди из разных стран, и вы будете принимать вот такие окончательные важные решения. Может быть, вы прежде чего-то ждали. А тут теперь поймёте, а нет, уже ждать тут нечего. Нужно действовать, иначе я упускаю время, упускаю возможность. У нас двое спасают свои мешки с добром, буквально вокруг наводнения. И здесь мы больше действуем с учётом, тем более вот именно этой колоды, во благо самому себе, не отвлекаясь на какие-то потусторонние дела или чьи-то интересы, кстати. Вот это вы будете организовывать, по сути, свою жизнь. Может быть, у кого-то буквально, у кого-то дома ремонт, к примеру, может совпасть. Или по ремонту какие-то согласования с некоторыми структурами. Или соглашения какие-то вы тоже ждёте. Ну, кто знает, может быть, по части вашего жилища. Есть и сомнения, которые, ну, буквально, нам по этой карте всегда говорят «открой глаза». Потому что какая-то, может быть, прежняя история или вопрос, который у вас никак не удавалось осуществить. И вы уже где-то разуверились думать, что это когда-либо осуществимо. А карта как раз и говорит, ты не основывайся где-то, ну, на только вот внутренних каких-то своих мыслях. Ты увидь реальность. Вот нас к этому ведь призывают карты. И вот посмотрите, здесь ведь ничего не происходит. У нас женщина как будто с закрытыми глазами, она не видит, куда она бежит. И ей вот кажется, что словно она отмахивается вот от этих летучих мышей. Кажется, они её атакуют, а никто её не атакует. Она просто этого не видит. Поэтому внутренние переживания не переносите во внешний мир. И если, опять же повторюсь, если есть какие-то тёмные пятна, что-то вы не проговорили, пусть в личной жизни, или, мои дорогие, по работе, значит, в спокойном таком ритме или в диалоге у вас тысяча вариантов это осуществить. Давайте, что же вы будете адаптировать? Себя где-то будете адаптировать? Учиться будете, правда. По принцессе Пентакли у нас проходит прилежная ученица. Проходят вопросы денег, когда мы действительно можем изучать как науку, так и какой-то навык, ремесло. И в последующем нам это приносит, опять же, деньги. Кто-то может язык изучать или заинтересоваться какой-то совершенно новой областью, направлением. Но всегда по принцессе Пентакли проходит, что мы не просто ради любопытства это делаем, а в последующем мы получим какой-то финансовый эквивалент, если мы просто про обучение говорим. А также материальный какой-то подсчёт, дебет, кредит. Кто-то свою внутреннюю бухгалтерию будет приводить тоже в порядок, потому что нужны какие-то согласования. У кого-то могут быть налоговые отчёты, такое тоже могу допустить. И тут надо быть реалистом, да. Тут не нужно додумывать что-то. Всё стоит у причала каждого дня с 1 по 10 ноября. Что же вы будете организовывать, мои дорогие близнецы? Ну, тут всё то, что по закону. Тут всё то, что по системе иерархии. Тут всё то, что полагается. Опять же, карта традиций, карта важных согласований, каких-то подписаний документов, как и пересмотр брачных соглашений, повторюсь, может быть у нас в этот период, как и пересмотр, может быть, трудовых каких-либо контрактов. Такое тоже вполне вероятно. Но это карта учителя и ученика. И для кого-то из вас это вы, учитель. Если вы принадлежите к преподавательскому составу, вы на этой десятидневке, в этой декаде можете где-то увидеть для себя новые перспективы. Или будет меняться что-то по части вашей работы. Вы можете сделать карьеру словом. Но понятно, что это могут быть ещё и такие ситуации, как вот вы чему-то учитесь. Но и традиции, безусловно, по этой карте проходят. Проходят и бракосочетания, проходят и бракоразводные где-то процессы, проходят и венчания. Всё то, что мы совершаем в соответствии с законами и традициями. Но это ещё и карта уверенности. Уверенности в сегодняшнем дне и в завтрашнем. Значит, проясняя какую-то обстановку, если мы говорим организовать, что будете вы организовывать, точнее адаптировать верхние карты, адаптировать себя самого или саму какой-то реальности, чтобы себе не навредить, не помешать, ну, какими-то глубокой как философией, так и розовыми очками. Лучше что-то просчитать, увидеть реальность. И тогда на вашей стороне словно судьба. Она вам буквально помогает всегда, когда выпадает эта карта. Может быть ещё, кстати, такой человек, который, ну, очень сам по себе надёжен и какие-то важные с ним отношения. Что вы будете ещё организовывать? Вы можете организовывать свой дом, место вашего пребывания, вот, кстати, по иерофанту. У кого-то это буквально ремонт, правда, проходит. Или важные какие-то согласования именно по части недвижимости. Или вы определяетесь с местом проживания. Рыцарь Пентакли и принцесса Пентакли. Неспешные действия, какой-то, правда, про счёт. Про счёт, я имею в виду, детализация. Потому что один из самых медленных рыцарей в колоде, который ничего не делает где-то на импульсе. Да, его не назовёшь быстрым. И, может быть, в соответствии с той энергетикой, которая у нас превалирует с первого по десятые, нам тоже карты говорят, ты особо не торопись. И для вас это будет благо, поскольку Юпитер в вашем знаке Зодиака, но в ноябре он ретроградный. И, знаете как, он нам помогает, потому что много других планетарных транзитов у нас ещё будет в ноябре, не с первого по десятого, пусть, но ведь это любой транзит мы чувствуем недели за две. Так вот, ретроградный Юпитер помогает не наломать дров. И я бы сказала, что-то вам детализировать придётся, как и узнавать, изучать. Может быть, это касается вашей личной жизни, у кого-то работы, денег или конкретно дома, вот дом, недвижимость. И это будет от этого зависеть организация. Прекрасная карта, семёрка чаш, но это карта иллюзий. С одной стороны, это карта вдохновения. С другой стороны, мы и должны быть реалистами, мои дорогие. Давайте я ещё одну карту достану. Да, всё-таки не быть в каком-то иллюзорном успехе. Или не думать, что какой-то вопрос решится сам по себе. Хорошее настроение, да. Но карта, может быть, нам и говорит, башня, что и сейчас что-то может в любой момент измениться. И в последующем тоже будут перемены. И это старший аркан. Прими к сведению, словно вам желает карта сказать, прими к сведению то, что обстоятельства, именно обстоятельства у тебя ещё будут меняться. Может быть, это те события в обстановке, где ты проживаешь. И поэтому, укрепляя свои позиции, допуская как раз альтернативный вариант. Потому что, может быть, и перепроверить что-то нужно, для того, чтобы понимать, что я буду делать, или на что, на кого я могу опереться. И если завтра что-то идёт не так, или обстановка меняется. Ведь у нас дерево показано, дуб. Но от попадания молнии оказывается дуб трухлявый. И он сыпется, рассыпается. Поэтому больше добавить понимание определённости. И, может быть, допустить для вас. Это не совсем в 10 дней. Это где-то... Я достала эту карту дополнительно к 6. И могу предположить, карта немножко предвосхищает и говорит, что не думай, что то, что ты сделал в эти 10 дней, ты потом этот план не будешь ещё раз корректировать. Или что-то ещё не изменится. Нет, ещё что-то будет, мои дорогие близнецы, меняться неизбежно. Ну и планетарно мы знаем тоже. Ноябрь – непростой период. Кому интересно, я оставлю ссылки в описании под видео. Как и на мой сайт, вы можете зайти прочитать до конца года планетарный гороскоп. И другие статьи, другие видео посмотреть до конца года тоже. Ну, словом, кому интересно, в описании под видео будут ссылки. И там сам по себе для всех знаков зодиака неоднозначный период. И где-то, может быть, вот сейчас максимально укрепить свои позиции. Поэтому будет для вас важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!